Один из самых красивых волжских городов, главная космическая верфь страны. Современная Самара – мегаполис богатой историей и отвоеванным историческим именем. В годы войны сюда, в запасную столицу, были эвакуированы десятки предприятий оборонной промышленности, которые выпускали самолеты, боеприпасы, оружие. Тогда, в тяжелые сороковые, численность населения города увеличилась вдвое. Куйбышевцы не только ковали победы в тылу. Город обретал новые рабочие места, укреплял оборону и разрастался до новых районов. Война, понятно, что жилищное строительство в этот период не шло. Оно начинается после эвакуации заводов, и там действительно создаются новые районы. Советский район – это Безымян-Лаг, бывший. Дальше заводы, которые были эвакуированы – это Кировский район и Красноглинский район. Настоящий подвиг столицы тыла высоко оценили на государственном уровне. 2 июля прошлого года указом президента России Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Новый статус помимо Самары обрели еще 20 городов страны, в каждом из которых запланировали установить памятные единообразные стеллы. Выбирать место для нового монумента жители Самары региона начали в июле 2020 года по предложению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В итоге более 12 тысяч человек назвали свыше 100 мест возможного размещения стеллы. Больше всего голосов 1113 получила аллея трудовой славы. Предполагается, что здесь будет некая свежетная линия на многогранной, многолекой жизни города Куйбышева в тот период. Возможные архитектурные решения памятного Самарского знака уже найдены. Монумент предлагают украсить не разноцветной мозаикой, а на пилонах стеллы разместить информацию о самых важных памятных датах и культовых событиях военных лет. К примеру, именно в Куйбышеве, куда был эвакуирован Большой театр в годы войны, оркестр впервые исполнил легендарную Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. Здесь же в 1941 году была образована и на несуществующая футбольная команда крылья советов. А с известных куйбышевских заводов на фронт отправляли не только топливо и обмундирование. В области было налажено производство зубного порошка и одеколона. Выбирать, какие именно события заслуживают размещение на стеле, будут вновь жители Самарой области. Историки, конечно, это все скомпонуют в логике, в правильных датах, а архитекторы это красиво все нанесут. Вот то, что для города важнее отразить на этой стеле, это, конечно, надо выносить на обсуждение. Мы предложим непосредственно принять участие в обсуждении тем, которые должны быть размещены на стеле. А экспертное сообщество, наша рабочая группа, наполнит предложенные темы фото материалами, которые найдут свое отражение на стеле. Первый камень в основании стела будет заложен уже в начале мая этого года. А по завершении строительства специалисты приступят к украшению внешнего и внутреннего облика монумента. В распоряжении рабочей группы уже порядка 40 фотографий, которые можно разместить на пилонах стелы и подкрепить историческими фактами. Последнее предстоит выбрать жителям города и региона. Открыть стелу трудовой доблести планируют в день рождения Самары, то есть в начале сентября. Ольга Павловна, Николай Епифанов, Константин Головин. События.